Всем привет! Сегодня мы снова в Метрополисе, чтобы рассказать вам, какие же книжки покупали родители на этих выходных. Книжек, как обычно, как всегда, очень много наших топов. Мы находимся в Метрополисе, но не забывайте, что у нас аж 11 магазинов уже есть. В Москве целых 5. В Ривьере, в ЦДМ, в Кунцево-Плазо, Каширское-Плазо и в Метрополисе. Так что приходите, ждем вас. И давайте начнем смотреть книжечки, кто же их топ покупал и почему эти книжки оказались в топах. Наш прекрасный Елена Ульева. Я читаю и играю. Одна из серий от Елены Ульевой для первого чтения. Это книжечка, которая попала в топ. Волшебная страна. Разбиваем воображение. Очень классная книжечка, даже если вы только-только начали читать, только-только складывать слоги. Потому что в этой книжке можно заниматься по-разному, с разными навыками. Смотрите, здесь есть даже склады, по которым вы можете потренироваться, вспомнить все слоги, ну, склады. Кто учит читать, сейчас поймет, почему я так это все путаю. По сути, это одно и то же. Смотрите, первая история у вас чаще всего начинается с какого-то задания. Например, прочти название, попробуй догадаться, о чем пойдет речь в рассказе. Кто такие шуршавчики? Рассказ называется «Шуршавчики». То есть ребенок у вас именно воображает, что же, про кого же там в этой истории может рассказываться. Когда ребенок у вас предполагает, что будет в истории, обычно очень интересно дальше читать. Дрига же, про кого же будет рассказываться в этой истории. И смотрите, как интересно построено. У вас выделены прямо эти склады, по слогам разделены не только некоторые фразы, не весь текст, некоторые фразы. То есть если вы только начали читать, вы можете читать только вот эти вот выделенные слова. Можете читать по реплике одного персонажа. Ребенок может читать реплики всех персонажей, а вы будете читать слова автора. То есть вообще по-разному можно книжечку читать, учиться читать. Чуть уже получше читаете, можете уже переходить на все реплики. Вообще хорошо читаете, можете прочитать весь текст. Либо там, например, я помню, у меня мама в детстве так делала, чтобы я читала. Она читала половину рассказа, половину я. Тоже очень так это способствует мотивировать ребеночка. Рассказки не очень длинные, на 2-3 странички, до 4 страничек. Такая вот прекрасная книжечка. В серии также есть, смотрите, «Волшебная страна», есть вторая книжка из серии «Бумажный кораблик» и третья «Маленькое чудо». Все они так или иначе со своими заданиями направлены. Где-то вы воображение только развиваете, где-то уже писательские навыки. То есть там нужно будет что-то, наверное, задание найти, написать, выделить в тексте и учимся выступать публично. Там очень много пересказа, историй. Такие вот прекрасные книжечки. Маркировка на книжках 5-7 лет. Стоят они 550 рублей. Вот, от нашей прекрасной Лены Ульевой. Просто книжки, у нее очень чудесные методики. Вот, кстати.